Всем привет! Сегодня мы поговорим о второй ступени, шила. После того, как ученик твердо встанет на первую ступень, именуемую Даном, разрушит ложное отождествление себя со своим телом, осознает вечность и бесконечность своего высшего Я, неотделимого от Я других живых существ, он сможет ясно увидеть причину, мешающую познать свою истинную сущность, заключенную в непрекращающемся потоке впечатлений и ощущений от физического тела и других более тонких тел. Они настолько привлекают к себе внимание, что создается ложное впечатление ограниченности только ими. Мысли, эмоции и ощущения являются своего рода магнитом, притягивающим к себе сознание, не позволяя безмолвного голоса высшего Я пробиться сквозь них. Но как же устранить эти мешающие факторы? Их невозможно не замечать, потому как они являются сутью нашей личности, и просто так взять и отказаться от них невозможно. Для того, чтобы достичь осознания своей истинной природы, древними мудрецами были разработаны методики, состоящие из нескольких ступеней, постепенно подводящие ученика к состоянию, в котором его дух обретает свободу, и становится неподбластен воздействию материи. В зависимости от религиозно-философской школы, в которой принадлежит ученик, эти ступени могут отличаться, но суть их везде остается одинаковой. Первая ступень семеричной лестницы Дана является основанием для всех остальных шести ступеней, и от ее прочности во многом будет зависеть дальнейший успех или же наоборот неудача. Слабое основание быстро разрушится, не выдержав противодействия со стороны низшей природы человека. Поэтому так важно сделать его крепким, пусть на это и уйдет много времени. Всегда хочется пройти все ступени как можно быстрее, но даже дом никто не станет строить, пока в земле не будет заложен прочный фундамент. Его не видно. Строение оценивается по стенам, крыше, но много ли он будет стоить, если в фундаменте окажется трещина? Рано или поздно она разрушит все, что было с большим трудом построено. По этой причине и дается в учении теософии так много теорий. Если она не будет хорошо усвоена, и соответствующие выводы не будут сделаны, или мышление не изменится, то все попытки встать на путь и идти по нему обречены на провал. Вторая ступень в книге «Голос безмолвия» называется «Шила». Это ключ гармонии между словом и делом, уравновешивающей причину и следствие, и не оставляющей места действию кармы. В буддизме об этой ступени говорится как о парамете нравственности, но по сути это одно и то же. Качество кармы зависит не от самих действий, а от того, с каким мотивом они были совершены. Два внешне одинаковых поступка, но совершенные с разной мотивацией, становятся причиной либо позитивных, либо негативных следствий. В своей статье «Беседа об оккультизме» Елена Петровна Блавацкая так описала это отличие. Только углубленный и беспристрастный анализ поможет нам определить, когда нами движут эгоистичные мотивы, а когда нет. И если в наших мыслях присутствует эгоизм, значит они идут не от духа и, следовательно, не истинны. Способность распознавать приходит не из книг и не от одной лишь философии, но прежде всего из подлинного следования альтруизму, как в делах, так и в словах и в мыслях. Ибо практика альтруизма очищает оболочки души, позволяя свету проникать в земной разум. А так как в состоянии бодрствования земной разум занят осмыслением чувственных восприятий, то необходимо освободить его от них, что вернее всего достигается в том случае, когда философия сочетается с внешней и внутренней добродетелью. Говоря о второй ступени, нельзя не упомянуть о гармонии между словом и делом. К сожалению, очень часто слова расходятся с делом. Много людей, от которых можно слышать от нравственности, этики, добродетелях, но встретить человека, который воплотил эти слова в жизнь, большая редкость. Одних слов мало, необходимо, чтобы они подтверждались поступками. В книге «Ключ. Теософии» очень точно сказано по этому поводу. Исповедание истины еще не означает жизнь по ней. И чем прекраснее и великолепнее эта истина звучит, чем громче говорится о добродетели и долге вместо практики их в жизни, тем сильнее она будет напоминать плод мертвого моря. Причем под поступками надо понимать не только те, которые очевидны для окружающих, но и мысли. Сохранить чистоту мысли гораздо важнее, так как без них любой поступок, как бы ни было добродетелен, будет фальшивым, неискренним. В комментариях к «Тайной доктрине» Блаватская так выразилась по этому поводу. Эзотерически мысль более ответственна и наказуема, чем действия. Экзотерически же наоборот. Следовательно, по обычному человеческому закону, нападение наказывается более сурово, чем мысль или намерение, то есть угроза, тогда как кармически дело обстоит наоборот. Поэтому никакое знание само по себе не способно изменить человека. Знание бесполезно, пока из него не сделаны соответствующие выводы. Выводы, в свою очередь, будут лежать мертвым грузом в уме ученика, если их не применять в жизни. Таким образом, практикуя нравственность и добродетель, в значительной степени происходит ослабление влияния животной природы на сознание. Такое состояние ума намного ближе к истинному, по сравнению с умом, захваченным водоворотом страстей и негативных эмоций. Свет от высшего «Я» начнет пробиваться сквозь несколько рассеянные облака неведения. Пусть этот свет будет еще очень слаб, но тем не менее это уже будет свет истины. Одной только этой практикой, культивируя в своем уме и сердце чистоту, ученик может достичь значительных высот и открыть для себя то, что недоступно обычному человеку. Природа откроет некоторые из своих тайн, а также может наградить и некоторыми силами, злоупотребление которыми будет исключено. В своей книге «Ключ к теософии» Елена Блаватская пишет следующее. «Существовала мистическая вера, практически доказанная посвященными адептами и жрецами, что сделавшись столь же чистым, как и бестелесные существа, то есть вернувшись к изначальной чистоте природы, человек может побудить богов, передать ему знания божественных тайн, а иногда даже сделать их видимыми, субъективно или объективно. Но в то же время она делает оговорку, что для достижения подобного состояния необходима почти сверхчеловеческая чистота и святость в жизни, так что достичь этого очень и очень непросто. Но такие люди, к счастью, все же встречаются. Например, в письмах Махатм упоминается некий пенджабец, изучающий йога-видью, который, по словам Кудхуми, чист, как сама чистота, чьи устремления и мысли наиболее духовны и благородны, и кто путем только собственных усилий способны проникнуть в область бесформенных миров. Да и в каждой религии упоминаются подобные люди, которых чтили и почитали как святых, и их чудесам удивлялись. Это лишь доказывает, что нет религий истинных или неистинных, все они используют одни и те же законы природы. Быстро обрести такую чистоту невозможно. Как и во всем, здесь нужна последовательность. Если попытаться сразу соответствовать высоким требованиям морали и нравственности, то вряд ли эта попытка продлится долго. Далеко не каждый человек окажется готов к этому. В результате придет либо разочарование в своих силах и в своей способности вести чистую жизнь, либо, что еще хуже, может произойти разочарование в самих добродетелях, потому что слишком от многого придется отказаться. Поэтому необходимо начинать с малого, постепенно развивая волю. Связь между желанием и волей самая прямая. Чем сильнее у человека воля, тем больше контроля над желаниями. Только развитая воля может превратить человека из раба своей низшей природы в ее властелина. У Елены Петровны Бловацкой есть статья, которая так и называется «Воля и желание», где очень хорошо продемонстрирована эта связь. Воля – уникальное свойство человека. Она отличает его от животного, в котором действуют одни лишь инстинктивные желания. Таким образом, в воле есть порождение божественного, Бог в человеке, а желание – движущая сила животной жизни. Большинство людей руководствуются в жизни своими желаниями, ошибочно принимая их за волю. Но тот, кто хочет двигаться вперед, должен отделить волю от желания и сделать первую своим руководящим принципом. Ибо желание непрочное и все время изменяется, тогда как волю отличают целенаправленность и постоянство. И воля, и желание являются абсолютными творцами, формирующими как самого человека, так и его окружение. Но воля творит осознанно, в то время как желание слепо и бессознательно. Перед человеком стоит двоякая задача – пробудить волю и усилить ее методом постоянной практики и самоконтроля, дабы она стала абсолютным властелином над его телом и параллельно с этим очистить свои желания. Знание и воля служат инструментами этого очищения. Первый и самый главный принцип, который следует воплотить в жизнь – это отказ от насилия в любой его форме, будь оно на уровне поступков, слов или мыслей. Ненасилие должно быть в мотивации, без всякого лицемерия и внешней показухи. На Востоке ненасилие называется Ахимсой, и во всех религиях это требование является необходимым. Джайнизм – одна из древнейших индусских религий, полагает Ахимсу в основу всей своей практики, считая выполнение остальных обетов без соблюдения обета ненасилия бессмысленными. Что касается остальных принципов – неприслоение чужого, правдивость, целомудрие, отказ от принятия дурманивающих веществ, милосердия и сострадания и т.д., то их также необходимо стараться соблюдать. Например, правдивость вполне по силам каждому, а вот целомудрия, увы, нет. Добиваясь успехов в малом, не только позволит развить волю, но и придаст уверенность в собственных силах. Обеты, принимаемые в буддизме, делятся на два типа – для мирянина и для монахов. Обеты для мирянина состоят из пяти пунктов, а обеты для монаха включают в себя от 36 до 220 пунктов. Возможно, кому-то будет полезно применять именно буддийские обеты для мирянина. Воздержание от причинения любого вреда живым существам, отказ от воровства, присвоения того, что принадлежит другому, воздержание от неправильного сексуального поведения, отказ от злоупотребления доверием, лжи и обмана, отказ от употребления пьяняющих напитков и от всего, что затрудняет самоконтроль. Необходимо изучить свой характер, чтобы выяснить его слабые и сильные стороны. Все люди слишком разные, и подход должен быть также индивидуальным. Аналогичный совет дает и Елена Блаватская в своей статье «Некоторые указания для каждодневного пользования». Углубитесь в недостатки своего характера. Детально разберите их пагубное воздействие и приходящность наслаждений, доставляемых ими. И твердо желайте приложить все ваши силы, чтобы не поддаться им в следующий раз. Подобный самоанализ и привлечение самого себя к суду собственной совести помогут вашему духовному росту в степени, о какой вы прежде даже не мечтали. Закончим этот выпуск такими словами Елены Блаватской из той же статьи. Чистота сердца – необходимое условие для достижения знания духа. Очищение этого можно достичь двумя основными способами. Во-первых, настойчиво гони от себя всякую дурную мысль. Во-вторых, сохраняй равновесие ума при всех условиях, никогда не допуская возбуждения или раздражения. Ты убедишься, что этим двум способам очищения более всего способствует преданность и сострадание. Мы не должны сидеть без дела и не прилагать усилий к продвижению только потому, что не чувствуем себя чистыми. Пусть каждый явит устремление и трудится по-настоящему, но он должен трудиться в правильном направлении. И первым шагом на этом пути будет очищение сердца. На этом все. Свои замечания и пожелания отправляйте на почту. До скорых встреч!